Так, все, запись включила. Так, ребят, еще чат не смотрела, личку еще не всю разобрала. Давайте сразу же еще раз пройдусь. Я утренний эфир не успела записать, да, запись поставила позже, поэтому не все слышали, что будет на 21 дне. То есть у нас сегодня второй день, завтра третий день. Что будет в следующих, кто переходит в следующий марафон, да? Там мы будем уже, мы будем уже, идем дальше. То есть мы уже начинаем замасливаться, я говорю, какие масла, как они на нас действуют, как ловит информационную, энергетическую волну определенное масло, если у нас, она сочетается с теми, либо с теми состояниями людей. Причем масло, оно не подходит ни под все группы крови, определенные масла. Я это тоже расскажу. Все у нас будет с вами, это займет как минимум целый день у нас займет про масло, про масла. Ребятки, отключите, пожалуйста, микрофоны, у кого включены, чтобы у нас шумов не было. Потому что если я буду отключать, то вы их потом подключить не сможете. Давайте, хорошо, я буду тогда отключать. Светик, извини, пожалуйста, прибью. Можно спросить, а таблетки Гинька Белобы можно купить? Я нигде траву не могу найти. Можно, это в первом эфире все есть. Хорошо. Потом мы с вами, конечно же, будем делать рисунок обязательно. У нас будет с вами ночь депривации. Депривации будет не одна ночь. И я вам расскажу, как влияет сон, почему мы спим, что происходит во сне, если мы не спим, что происходит, если мы едим и спим, не едим и не спим. То есть все вот эти вот моменты я вам расскажу, конечно же, они будут не настолько глубинные, как в ретрите, потому что некоторые вещи я не могу рассказать те, которые, я понимаю, что они выйдут, например, как-то, ну, куда-то выльются, да. То есть ребята, которые приезжают на ретрит, они приезжают, вот они приехали, они то, что смогли в себе унести, они в себе это и унесли. То есть они могут только свою информацию уже какую-то рассказать, выложить, поделиться ей. И это отлично, это нормально. Но бывает такое, что мне уже попадалось несколько раз из марафонов, из моих, делали нарезку, вот, и вытаскивали из контекста определенные вещи, люди ими пользовались, и были достаточно плачевные результаты. Вот, поэтому, естественно, я как бы буду вам говорить, где, какая информация, что взять, почему, почему днем мы такие, а вечером мы такие, как влияет вот то или вот это. Это мы обо всем поговорим. То есть максимально я вам хочу это дать, чтобы вы могли дальше, если вы уже готовы идти вот прямо глубоко в себя, то вы уже идете либо на проработки, на марафон, который будет 5 февраля, это уже личностный марафон, либо если вы уже готовы там совсем отлететь, вот, быть такими совсем улетевшими, да, вот, то тогда, пожалуйста, я думаю, что вы найдете и время, и средства, чтобы прилететь уже на ретрит, вот, потому что он, ну, ретрит – это ни с чем не сравнится, это другие энергии, это другой поток, это все-все-все вообще по-другому. Вот. И, конечно же, 3 дня мы выкладываем, и которые 20... Если здесь люди присоединяются, да, присоединяются, потому что у нас есть записи, они что-то могут посмотреть, что-то пересмотреть, то которые будут в 21 день, они будут в записи у вас остаются, тоже у вас будут записи постоянно, вы их можете пересматривать. Но доступ я закрою, то есть, когда мы выходим на 21 день, то есть следующий марафон, то уже туда присоединиться нельзя будет, оно все закрывается. То есть сегодня и завтра – это последний день присоединиться. Вот так вот. И мне, ребят, сегодня, я не знаю, у кого-то есть или нет, другие соцсети, мне ребята привезли такие, подарили свистульки, а стами их делают, вообще великолепно. У меня сегодня гости, поэтому... Да, гости ко мне сегодня приехали, поэтому вот у нас такой... Я постараюсь сейчас максимум уложимся мы с вами в час, вот, и уже будет потом вечерний эфир, чтобы я успела и с ними поболтать, и сбегать на тренировку. Так, сейчас я перелистаю до эфира и почитаю сообщения ваши, все вопросы, поотвечаю на вопросы. Так, сколько раз в день принимать куркуму и полы? Один раз в день. Вопрос про куриные яйца. Это все животное. Как бы тут вопросов, я думаю, что даже... Хотите, ешьте, хотите, нет. Я не вижу в них каких-то таких вот веществ, которые жизненно необходимы. Да, и у нас сегодня зашел разговор определенный с ребятами. Да. Про B12. Вот. И уже ведь ни для кого не секрет, да, что у нас есть люди, которые живут вообще без B12. Они полностью отсутствуют в организме. Но врачи как к этому относятся? Вот недавно тоже девочка сдавала анализы. Она говорит, ну, вы просто адаптировались. Поэтому все, что, ребят, касается каких-то витаминов, недостатка этих витаминов, еще что-то, смотрите по своему состоянию. Потому что все, что касаемо врачей, врачи максимум что могут сказать, что вы адаптировались. Вот. Они никогда не примут на себя ответственность что-то вам рассказать другое, иное. Как-то это прокомментировать, еще что-то. В их программе этого нет. Нет, B12 должен быть, и должен быть вот от такого до такого предела. Все. Все остальное – это не норма. Поэтому здесь уже только на себе. Так, все записи в закрепах, либо на YouTube. Утром во сколько? Утром в 10 часов эфир. Вот я тоже масло сливочное оставила. Пожалуйста, по вашему выбору. Это же ваш организм. Я вам просто передаю свой опыт. И свой опыт, свои знания, которые есть у меня. Компоновала те знания, которые мне передались от ребят, которых я веду. Вот. И достаточно уже такой большой чемоданчик скопился. Поэтому я делаю определенные выводы, которые вам рассказываю. А применять их или нет – это уже на ваше усмотрение. Потому что мы всегда смотрим только по своему организму, по своему самочувствию. Светлана, камень в желчном 3,5 сантиметра. Плохо отходит желчь. Был опыт в таком системе. Перетерпеть что-то. Ну, как перетерпеть? Если у вас камень пойдет, он может у вас прямо каналчики порвать. Нужно смотреть, что за камень. Во-первых, они бывают разные. 3,5 сантиметра – это он длинный у вас, либо он в диаметре 3,5 сантиметра. Здесь же настолько все индивидуально. Просто вот смотрите, вы хотите, чтобы я по одной смске, вот два предложения, вам сказала что-то сделать, взяла на себя ответственность, вас сняла ответственность, взяла на себя ответственность за ваше здоровье, за ваша вата, за вашу жизнь. Сказала бы вам, а вы бы пошли это делать, сказала бы, ой, она там такое мне наговорила, я вообще там чуть-чуть не это. Блин, есть очень много методик, которые камни в песок превращают, ведь их очень много, действительно много, но мы сейчас об этом говорить не будем. И это нужно смотреть, помимо камень в желчном, он же появился не просто так, вы же с ним не родились, он же у вас подъявился от чего-то, какой у вас был образ жизни. Чтобы его растворить, нужно понимать, как вы жили до того, как у вас появился этот камень. Как вы, какой у вас образ жизни был, какая у вас активность была, какое у вас питание было, какое у вас восприятие было, даже какое у вас, что у вас вообще происходило с родственниками. Потому что желчный пузырь, это же ближайшее окружение, это же родственные связи, почему он у вас там скопился. Это же нужно все разбирать прямо со всех сторон, и я же еще раз говорю, нельзя с одной стороны. Все это в комплексе только делается. По, еще раз, по оплате. Да, оплата может быть разная, вот, но это пишите в личку, потому что я вот эти вот сообщения ваши не вижу, это хорошо, что администраторы смотрят. Они вам отвечают. Это все в личку. То, что касается каких-то, каких-то финансовых вопросов, это уже, пожалуйста, в личку набирайте. Ребята, если кто-то что-то не посмотрел, как пить и что принимать, в первом эфире максимум информации про то, как и что теперь пить в эти три дня. На ютубе нет, сегодня третий и второй есть, и первого нет, сегодня второй день, поэтому он не может быть, третьего еще, третий будет только завтра. Я не знаю, может быть, я не смотрела на ютубе, может быть. А, вот, вот первый, вот вам скинули первый день, все, все, почему-то день, два, один написано. Не знаю, переправим, наверное, чтобы мне это закрыть здесь. Я не смогла сдержаться и выпила кофе, три в одном, теперь у меня сейчас отдышка. Здорово. Ну, наслаждайтесь этим. Это же, вы же для чего-то себя наказываете, вы же для чего-то проявляете к себе вот эту нелюбовь, вы же для чего-то себе говорите, что я, я круче, чем ты какой-то тельце. Подумаешь, ты мне дышку дала, а я тебе вот так вот сделаю. Какое наказание у вас, какое у вас идет недоверие к себе, почему вы так не можете себя принять, почему вы так себя хотите убивать. Это же все ваше. Я тут живу в лесу и ближайший банк. Так, понятно. Ребята, я поняла, все, кто находится уже в чате «21 день», я туда выложу сегодня, я туда сегодня запишу коротенький эфир ночью, наверное, уже, потому что я не успею раньше. Вот, и там посмотрите. Я расскажу, что нужно будет первоначально, что не нужно будет, но я это буду все говорить заранее. То есть, если, например, я говорю, что завтра у нас будет, например, там замасливание, то я буду говорить это утром, чтобы у вас были сутки это приобрести. То есть, я не буду говорить каких-то вещей, которые нужно заказывать там непонятно где. Ну, например, масло холодного отжива у вас будет. Возможность купить там магнезию у вас будет. Вот, то есть, какие-то самые простые, самые банальные вещи. Это я сегодня сделаю ночью и выложу. Так, со вчерашнего дня сошло много воды, результат супер, благодарю, здорово. Ну, сливки тоже, ребят, это тоже молочка. Молочка, мне кажется, это, ну, я бы вот последнее, что начинала давать. Из молочки еще, ну, как-то, может быть, там дети у меня иногда бывают сметаны. И то бывает, я покупаю им сметану. И вот бывает, что полбанки я выбрасываю. Но так вот молочки, молочки как таковой нет. Блины им делала, купила молоко. Кстати, нужно будет бутылку уже выбросить. Нам уже там, наверное, все, что не использовалось, там уже, наверное, скисло. Вот, а так, ну, насчет, насчет молочки у меня такое отношение, никакое. Спасибо, ребят, так приятно. Иранеда, какая ты крута, правда, я смотрю, наслаждаюсь. Ты как из другого качества говоришь, и я одновременно воспринимаю это. И как нечто новое, свежее, и как что-то древнее, глубокое, знакомое, как воспринимаю. Благодарю, благодарю, ребят, мне очень приятно такое читать. Вот, видите, сколько здесь уже, и кто проблемы ваши решит за две минуты. Вот просто у нас не часть, а Клондайк целый, да? Так, Светлана, несколько раз так и не понял, что есть, и когда, поясни, пожалуйста. Сергей, пока мы едим только один либо два раза в день, желательно вечером, когда солнышко зайдет. Но вот у нас солнышко, например, заходит уже часов, вот я в спортзал иду в шесть, в шесть уже темно. Вот, то есть я не знаю, какой у вас режим, режим бодрствования, режим сна. Кто-то встает очень рано, кто-то поздно, кто-то спать ложится часа в два, в три. Светлана, извините, пожалуйста, перебью. У меня депривация сна, я не сплю. Вот в чем дело. Ну, все, тогда вечером, ночью покушал, и все, один, максимум два раза поешь. Только единственное, убираешь хотя бы на несколько дней, посмотри, как ты будешь себя чувствовать. Убери всю молочку, все животные, все животные. То есть оставляешь только растительную пищу, растительную сырую пищу, хотя бы несколько дней. Хотя бы посмотри дня два-три. Если будет желудок не готов, то просто добавишь какие-нибудь запаренные каши. Не отварные, ребят, вы же каши, наверное, не варите. Запаренные каши, гречка, бобовые, там, рис, хоть что можете. Вот, но лучше это делать вечером, потому что я уже рассказала, почему вечером. Если ты будешь на марафоне в 21 день, то я там уже более подробно это буду рассказывать. Почему вечером, что с нами происходит. Так. Все, Светлана, большое спасибо, я тебя услышал. Вот, и на марафоне я в 21 день. Большое спасибо. Все отлично. Курс на 21 день у вас остается навсегда. Вы его хотите, скачивайте себе. Хотите еще, естественно, я чат потом удалю, потому что у меня очень много чата, чтобы я не путалась. Но у вас будет время, как минимум, кто не пойдет дальше на 40 дней, у вас минимум будет неделя все эфиры скачать. Можете сразу же их себе качать. Их же можно будет себе. Просто он же будет в Телеграме. Почему в Телеграме очень удобно? Вы себе делаете папку, где, например, папку, либо чат сами с собой. И называете его там, например, назвали там «Марафон 21 день». И все вот эти вот эфиры, которые будут в марафоне, вы их себе скачали в эту папку. И смотрите их, когда захотите. Все. Они будут у вас. Здравствуйте, Слава. Хотела спросить. У меня месяц назад появилась сильная сухость вокруг левого глаза. и еще не имеет левая часть лица. С чем это может быть связано? Особенно чувствуется, когда устаю. Ну, во-первых, прямо сразу же, сразу же не скажу прям, как это работает. Потому что тут очень много вводных данных. Но левая часть лица, это особенно если часть лица под глазом, да, то есть могу сказать, что у вас детство и юность было на развитие женственности, а в таком уже возрасте, я не знаю, сколько вам лет, но, наверное, ближе, уже с 30 лет у вас, скорее всего, уже началось такое, что у вас идет непринятие женского. Что-то вы себя загоняете, что-то вы себе не разрешаете, не позволяете. Например, есть такое из банальщины. Вот если, например, есть там 10 рублей, вот тому-то могу потратить, на того-то могу потратить 10 рублей, на то-то могу потратить 10 рублей, а если на себя, то 10 раз подумаю. Вот это вот не любовь к себе, то есть вы даже боитесь смотреть на свою женственность. Что-то у вас такое происходит, какое-то именно связанное именно с вами, именно с вами, именно женская сторона. Вот. И эта часть лица, она говорит, что этот возраст где-то, ну, после 30. Расскажи про упражнения для почек. Так, смотрите, ребят, упражнения для почек. Берете вот так вот два кулачка и вот здесь вот под ребрами, я не знаю, сколько, под ребрами, с боков, не вот здесь вот, не вот так вот сбоку, не сбоку, а вот здесь вот немножечко сбоку ставите. И либо на полу, либо когда вот так вот сидите, начинаете вот ложиться на эти кулачки. И когда ложитесь на эти кулачки, у вас получается полностью ложитесь. У вас получается прям тянется вот эта вот мышца растягивается, которая держит почки. У нас же очень часто после 30 идет опущение всех внутренних органов, в том числе и почек. И они начинают конциклировать немножечко по-другому. Им становится тяжелее обрабатывать определенную и информационную структуру, тяжелее обрабатывать. И тоже самые там и азотистые соединения, они уже обрабатывают по-другому, по-иному. Если вы посмотрите, если найдете где-нибудь, может быть, ролик какой-нибудь есть, я не знаю, может, в Ютубе такое бывает или нет. Вот. Они начинают, чем ниже они становятся, тем вообще у них получается, что когда у нас идет опущение органов, у нас очень часто получается, что наш аватар, наши внутренние органы, все, что мы можем принять, весь этот вот огромный информационный пласт, вот эти вот знания, которые есть для нас уже, они все для нас, ни для кого больше их нет. Мы их не можем принять, потому что у нас получается тот аппарат, который должен принимать вот эту вибрационную волну, он находится не здесь уже, а вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть сдвинут он у нас. И получается, что мы к определенному времени мы стареем и тупеем. Очень редко же, если раньше говорилось, что там, например, ой, возраст, это мудрость, то сейчас посмотреть это же далеко не так. Ты смотришь на детей, и ты понимаешь, что они умнее. Думаешь, а почему дети умнее? Почему дети умнее взрослых? Потому что у них стоят все органы на определенном месте, где они могут получать определенные знания. Но это я вам, опять же, в двух словах рассказываю. И вы можете посмотреть, что если люди, которые вот такие вот жилистые, спортивные, прям видно, что у них прям все мышцы прочерчены, вот они, у них очень плавная речь, как правило, бывает. Как правило, не всегда, конечно, есть исключения. Плавная речь – это не в смысле, что вот она тянется, а именно она очень хорошо, если он что-то рассказывает, то он хорошо это преподает. У него это хорошо выходит, его вестибулярный аппарат, он очень развит. То, что его речь, она настолько более укомпонована, чем у человека, который сегодня одну информацию ухватил, завтра другую информацию ухватил, тут так, тут так. Если даже он говорит о каких-то вещах простых, например, рассказывает, как забить гвоздь в стену, то он очень четко все рассказывает по полочкам, потому что он точно так же вот эту информационную структуру он может очень четко взять по полочкам, потому что органы у них, как правило, стоят на месте. Вот почему я говорю, что физика очень важна. Но если вы не будете к физике добавлять то, что ваша лимфа не будет съедать клетки, то тогда эта физика продержится недолго. Почему вот у спортсменов вот смотришь, вроде красивый, все, красивое тело, все замечательно. И вот он, пока он занимается, пока он ходит там на тренировки, еще что-то, он прям видно в нем жизнь. Как только он прекращает по каким-то причинам, он же моментально сдувается. Посмотрите, спортсмены, им хватает буквально несколько месяцев, чтобы прийти в такую отвратительную форму, которую раньше мы даже подумать не могли. Конечно, у нашего тела есть память, у наших мышц есть память. И вот эта мышечная память, которую очень хорошо, очень легко восстановить, мы ее тоже можем восстановить. Но вот это вот именно опущение органов, оно влияет на то, как мы будем воспринимать ту либо иную информацию, как мы будем получать те либо иные знания. Поэтому очень важно то, что мы делаем, какие мы делаем растяжки. Когда мы делаем растяжки, когда мы растягиваем, мы позволяем мышцам встать правильно, чтобы обратно у нас стали наши органы. Я рассказывала как-то в эфирах, ну, по крайней мере, в закрытом клубе точно рассказывала. А когда мы ходим на пяточках, что происходит? И на пяточках еще один из того, что давайте сразу же расскажу, потому что я уже про эти пяточки столько рассказала, и не все понимают. Смотрите, у нас есть, как везде есть точка SOS. Вот, у нас вот эта вот точка SOS, это наши пяточки. Наши пяточки, они созданы только под нас. Вот какая у нас есть походка на данный момент, они под нас адаптируются. Какой у нас есть ве на данный момент, они под нас адаптируются. Какая есть обувь, какая поверхность, по которой ходим. То есть максимально адаптация идет под наш аватар. И когда мы ходим на пяточках, то что происходит? Когда вы ходите на пяточках, вы как вытягиваетесь, как струнка, чтобы не завалиться, не упасть в какую-то сторону. И получается, что вы держите свое тело, но держите его не в напряжении, а именно в тонусе, в том тонусе, который естественен для нашего аватара. И когда вы ходите на пяточках, то у вас идет, получается, естественная вибрация. То есть у вас на пяточку ступаете, вы чувствуете, когда вы ходите, вы чувствуете, что вы там... Когда полностью стопой, вы чувствуете, что вы наступаете. А когда на пяточках, вы чувствуете вот эту вот вибрацию. Естественная вибрация. И получается, у вас идет... Кровь приходит в свое то состояние, которое на данный момент актуально для внутренних органов, для омовения внутренних органов. И у вас получается, что внутренние органы за счет вот этого вот тонуса, они у вас потихонечку раз-раз-раз поднимаются, становятся на место. И кто будет практиковать вот это вот хождение на пяточках? И если у кого-то какие-то проблемы с внутренними органами, то вы можете даже сдать анализы, и вы посмотрите, что через месяц, 15 минут в день у вас просто максимально изменится состояние вот тех органов, которые вас беспокоили. Это однозначно, то есть это уже даже проверенные варианты. Вот. Света, добрый день. У меня на сыроедении слезла почти вся эмаль с передних зубов. Я думала, что это из-за большого количества фруктовых кислот. Потом поговорила с одним человеком и сказал, что это какая-то сущность у меня сидит, которая сдирает мою энергию и здоровье. Что ты думаешь про подселение различных астральных сущностей? Ну, у нас... Мы здесь не одни живем, вы же понимаете, да, что мы же не такие... То есть у нас, конечно, есть важность себя, но мы все прекрасно понимаем, что мы здесь не одни в этом пространстве существуем. Вот. Конечно же, есть эти сущности, но то, что сущность сдирает вашу эмаль зубов, это нет. Однозначно, я этого не вижу. Такое сдирание зубов, это вы позволяете себе упасть на определенную энергетическую структуру, где это происходит с вами, и вы разрушаете свое тело. Это вы туда опустились по определенным причинам. Не кто-то в вас сидит. Это, мне кажется, такой тоже определенный маркетинговый ход, где можно там вытащить сущности, еще что-то. В вашем аватаре можете находиться только вы. А в каком качестве вы сюда себя заселяете, это уже другое. Этой сущностью можете стать прямо вы. Понимаете, о чем я говорю? Но это, опять же, не тема этого эфира. Я сейчас все это раскрыть не смогу. Не все вообще готовы к этой информации, потому что у нас вообще марафон про питание. Но если углубиться туда, то там очень много, очень много всего. И когда вы поймете, вы моментально можете восстановить все, что происходит у вас внутри. Но это уже другие практики. Да, благодарю, благодарю, Светлана. Я поняла, о чем, да. Ага. Как долго пить куркуму с полунию гинкобилоба? Сколько дней? Вообще, если вы находитесь в обычном питании, там, например, не... Когда практикуете сухие дни, то убирайте. А так, в принципе, ее можно попить прямо недели-два. Ой, два. Недели-две, месяц можно пить. Но месяц я не рекомендую никому пить постоянно одну и ту же траву. То есть вы можете пить, но, например, там, две недели попили, обязательно четыре дня перерыв. Четыре дня перерыв, чтобы у вас организм промыл все вот это. Потом можете еще. Но не задерживайтесь на одних каких-то и тех же, на одной какой-то еде, на какой-то траве, на каких-то физических нагрузках, на каких-то людях, на каких-то познаниях. Если одни и те же вещи вам говорят, идите всегда вперед, не задерживайтесь очень долго в одном и том же состоянии, чего бы это ни касалось. Старческие пятна на руках, причина, с 20 лет появились. Это пигментация кожи. Пигментация кожи, она очень хорошо, ребят, уходит, когда вы меняете питание. Я не знаю, какое воспитание, но есть определенные овощи, определенные фрукты, которые можно вам подобрать, и у вас вот это вот прямо все-все-все высыпется. Но это нужно еще смотреть, какая у вас группа крови, менялась ли она у вас. А как же на автономии гизгинга-белоба? Можно, не переживайте. Мне вот понравилось, сколько масло лимона, сколько ее можно пить. Ну вот я говорю месяц где-то, а потом... Ваши отношения к АСД. А что такое АСД? Напишите мне, что такое АСД. А почему не задерживаться на одном и том же? Ну, потому что идет привыкание организма, и как минимум вы не получите. Но это то же самое, что, смотрите, если вы будете постоянно приходить в зал и качать одну и ту же мышцу, то получается, что другие не будут качаться, не прокачаются, и за счет того, что вы качаете одну и ту же мышцу, от этого результата не будет вообще никакого, даже для этой мышцы. Если вот такой пример подойдет. Я извиняюсь, но вы вот говорите здесь про людей. То есть, а как же вот, если вот там близкие, вот, например, там дети, те, кто наши близкие, там муж, жена, как вы говорите, не задерживаются на тех же людях в том числе? Ну, вы принимаете все буквально. Понятно, что дети, дети – это дети, но дети, они же меняются просто кардинально, если вы чаще не успеваете за ними. Это первый момент. Я имею в виду, что они задерживаются на одних и тех же людях. Мы очень часто, как бы это ни было печально, мы очень часто бывают, вот, дружим с кем-то, да, с каким-то человеком. И на определенном этапе мы понимаем, что уже нет вот этой вот дружбы, которая была изначально, нам уже не так интересно, нам уже хочется чего-то другого. Но мы себе не можем позволить отпустить этого человека, потому что мы же как, вот, пустим, скажем, мы же как бы начинаем думать, ну, я же дружу, я же буду плохим другом, я же буду, как вот... Замакуете вы все. Ну, пропал звук. Там, наверное, звонок. Так, это только, видимо, я вылетела, да? Ребята, меня слышно? Да, сейчас слышно. Слышно. Ага, все, отлично. Вот, и когда мы спокойно отпускаем людей, то есть мы боимся расходиться с какими-то людьми, мы что-то, мы боимся отпускать каких-то людей. Это же мы это делаем не из-за того, что им будет без нас плохо, да? А мы это делаем из-за того, что мы не хотим быть плохими. Мы это делаем для того, что мы думаем, а вдруг я не найду еще такого же, а вдруг будет только хуже или такую же. А как я вот так вот могу с человеком, вот у нас же столько всего общего, там быть, там еще что-то. Мы себе придумаем разные вещи, которые нас искусственно заставляют быть в той точке, из которой мы никак не можем выбраться. Мы из нее никогда не выберемся, потому что мы уже себе сделали столько ограничений, мы уже себе столько страхов нарисовали. И это неизбежно, ребят. Если вы хотите двигаться дальше, то это можно только через движение. Если вы понимаете, что даже самый близкий человек, что он вас держит в одной и той же точке, вы просто должны себе принять решение по-честному и сказать, что да, я хочу двигаться дальше, поэтому я вот от этого самого любимого человека готов отказаться и двигаться дальше. Либо вы себе по-честному признаетесь. Нет, для меня этот человек дороже, чем то, что я могу познать. И по-честному остаетесь с этим человеком. Но только все по-честному, понимаете? Вы это должны понимать все для себя. Это же не говорит о том, что вот вы это осознали, и значит, вам нужно идти туда. Если вы, например, поняли, что с этим человеком нет ничего общего, кроме вот это, вот это, сразу же нужно расходиться. Нет, это вообще не про это. Не нужно расходиться. Но нужно себе по-честному признаться, чтобы вы себя уже не обманывали. Когда вы знаете эту информацию, когда вы ее приняли, то вам тогда проще будет с этой информацией как-то дальше работать. Но если вы будете стоять на месте и говорить, я хочу вот туда, но отсюда я не уйду, потому что, то вы туда никогда не придете. Потому что будет просто вас покрывать мухом. Я надеюсь, что я ответила. на этот вопрос. Да, благодарю. АСД, антисептик, стимулятор дорогого. Я даже не слышала о таком, ребята, никогда, поэтому не могу ничего сказать. Что за антисептик? Родинки на сухих днях, родинки папилломы, они очень быстро уходят. У мужа поменяли тазобедренный сустав на одной ноге. Теперь предстоит вторая операция на вторую ногу. Как думаете, реально вырастить свои, и что потом будет с имплантами? У кого-то там микрофон, ребята. Тазобедренный сустав, что будет с имплантами? Я не знаю, что будет с имплантами. И на первый раз, как думаете, реально вырастить свои? Я уже сказала, что я думаю, что реально вообще все. А что думает ваш муж, я не знаю, потому что даже вы за мужа спрашиваете. Вас больше интересует это, чем вашего мужа. Так, Слана, здравствуйте. Я только сегодня присоединись, пересмотрела ваше видео. Вы замечательно, каким доступным языком рассказали. Если я только завтра начну принимать полынь, мне реально будет идти на марафон 21 день? Я бы была на сиене, неделю на сиене. Да, конечно, реально. Мы же сейчас еще не ведем подготовку к сухим дням. Мы сейчас только ведем, чтобы люди посмотрели, что такое более легкая еда, как вы себя будете на ней чувствовать. И я рассказываю здесь на вопросы. А в 21 день там уже будет подготовка к сухим дням, сухие дни, да. Как относится к конопляному семени и масло из конопли? Я ни разу не пробовала, правда, скажу, ни конопляное масло, ни семя из конопли. И я, когда это все дело начинала, сыроедить начинала, потом, когда я выходила на сухие дни, я рассказывала, что я, когда я начала выходить на сыроедение, я очень резко переменила свой образ жизни, очень резко. У меня было несколько фирм, я их закрыла, потому что я решила, что я не хочу больше так зарабатывать деньги. Но закрыто закрыла, а новые не приходили. То есть я, у меня были такие моменты, что я просто благодарила себя за то, что я могу выйти на автономию, не потому что я могу выйти на автономию, на неедение, а потому что у меня не было денег купить себе продукты. Вообще, от слова совсем. Вот, поэтому у меня не было возможности как-то замасливаться какой-то период. Я делала это уже потом, да, но самыми обычными маслами я покупала первого отжима, и я вообще замасливалась, замасливалась я, пробовала масло тыквенное. Про все масла я сейчас потом уже читала, я все их смотрела, но у меня была возможность купить по финансам тыквенное масло, и покупала я первого отжима. У нас сосед делал сам просто обычное подсолнечное. У меня не было возможности, так как там из черного, черный тмин, для меня это было вообще, это же столько денег оно стоит, так откуда же у меня столько денег? Нет, у меня не такой большой опыт. Можно ли вылечить Витилиго? Витилиго. Ребят, Наталья, я вот сейчас, смотрите, уже три раза ответила. Я считаю, что можно вылечить все. Как вы считаете и вылечите ли вы, это уже зависит от вас. Как и для чего делать замасливание? На 21-м не буду говорить, сейчас не буду в это углубляться, потому что это много времени займет. Что можешь сказать про сушенные гранатовые измельченные корочки? О, у меня они всегда есть. Это же вообще гранатовыми корочками можно вылечить рак, очень хорошо лечить. Там же даже есть исследования, они официально запатентованы. Они раньше ходили по интернету, потом их стали подчищать. Проводили же несколько исследований на группах людей, причем на таких достаточно обширных. И гранатовыми корочками, что в первом эксперименте, что во втором эксперименте, люди входили в ремиссию. Поэтому если какие-то проблемы с пищеварительным трактом, если какое-то отравление, причем отравление как химическое, так и пищевое, то корочки это вообще очень-очень клевый такой вариант. И у меня не всегда гранатовые корки есть, потому что если что, я детям их запарюсь. Я чувствую, что вот у них пошла какая-то болячка не туда. Я им запариваю. Гранатовые корочки – это да, это вещь. Вот. Ребятки, давайте еще минут 10 и потом на вечерний эфир, чтобы я сейчас смогла, успела еще сходить с гостями со своими, побыть. Как пить гранатовые корочки? Ну, смотрите, их несколько вариантов можно делать. Ну, для взрослого их можно делать, потому что для взрослого, для ребенка, мне кажется, надо по-разному делать, но это мое мнение. Для взрослого можно делать, вот, например, горсточка вот этих вот корочек на литр воды. И когда закипят они, томить минут 10. Томить минут 10, а потом либо в термос, либо еще что-то. Ну, это прям такой ядреный раствор, ребят. Прям совсем. Дети у меня такое пить не могут. Поэтому детям я делаю, я просто в чайник, в термос завариваю и бросаю несколько корочек этих в термосе. У меня литровый термос. Или литровый, А, нет, 1,8 у меня. Вот. И я, ну, наверное, как с пол граната вот такую вот корочку туда кидаю, и она у меня на ночь стоит. И утром они у меня его пьют, как, ну, как чай сложно сказать, потому что он все равно горький такой. Вот. Но они мне обязательно в течение дня его попивают. Вот детям я так сделаю. Поэтому смотрите, как вам будет удобнее. Можно вкратце о запаривании. Я все крупы в мультиварке делаю. Мультиварка, мне кажется, это вообще зло последнее. Представляете, это же не просто мультиварка, она же, мало того, что сварит, она же там еще держит температуру. И там, если что-то вообще живое еще там могло как-то остаться, то когда вы начинаете доставать, там уже ничего, мне кажется, живого. Это мое мнение, ребят. Мне кажется, вот я смотрю на мультиварку, особенно у меня вот у знакомых были, вот какие-то они делают какие-то явства в мультиварке, а туда заглядываешь, и там всегда каша. Ну, то есть, ну, не в смысле, что там вот какая-то неприятность, но я не знаю, вот я там ничего живого вообще не остается. Но есть же крупы, но есть термоса, есть... Я даже не в термосе, я детям, когда гречку делаю, я просто либо кипятком ее сразу же заливаю и крышкой накрываю, либо я довожу до кипения, как только закипела, сразу же выключила, сразу. И все, и она там, она запаривается. Я никогда не варю никакие крупы им, ну, если только не макароны, конечно. Как можно попасть в закрытую группу? Закрытую группу есть клуб закрытый, есть 21. Напишите в личку, и там я вам скажу, как можно попасть. Вот. Так, ребят, давайте еще 10 минуточек, позадаете мне вопросы, здесь закончились в чате. Если у кого-то есть вопросы, то позадаете мне. Вот. И не ленитесь, не ленитесь. Физика, без физики вы все равно никуда не выйдете, не вытянете вы. И вы останетесь без физики и на голодовке останетесь, не выйдете вы ни в какие состояния, не едите, на длительные, на длительные сроки. Это очень редко. Бывает. Если прям совсем перещелкнет, такое осознание. Светлана, вот та женщина, о которой вы рассказывали, что ей 130 лет, вы с ней контакт держите или нет? Сейчас нет. Нет, она обратно в Индию уехала. Просто именно она вам сказала, ну что нужно стричь волосы, а на самом деле, ну вот хотелось бы и вас спросить, а у вас бывает такое, что было одно мнение, а вы потом поменяли? Да, бывает, да. У меня разные видения есть. Сначала, и я изначально думала, что волосы, это обязательно нужно отращивать. Потом, когда со мной вот случился определенный момент, я, у меня тоже, новая я, по-моему, называется у меня эфир, где я рассказывала там, там у меня прям четкое осознание пришло, вот я хочу быть лысой, меня просто вот отговорили, но у меня прям оно было четкое, дикое желание, прям вот точно, вот мне они прям настолько, я чувствовала изнутри, что они мне мешаются. Мне хотелось вот этой вот, прям обновления тотального. Это у меня было. Может поменяться, может вы увидите другие грани всего. Вы смотрите, у нас же здесь очень много плотностей, у нас очень много миров. Я, например, вижу одни грани, одни плотности, а вы, может, увидите другие. И для вас будет вот это вот актуально, а для меня вот это актуально. И это все нормально. Это не говорит о том, что вот кто-то, она там или он видит, а он не видит. Нет, мы просто можем видеть по-разному, можем разные вещи видеть, с разного ракурса. Вот кто-то может сказать так, ой, ладошка, она такая тонкая, да? Другой говорит, да нет, она же толстая. А одна и та же ладошка, да? Мы же все это прекрасно понимаем. Я просто на основании того, что вот в индийских храмах, да, там те, кто сбривают волосы, да, они никогда не те, кто там гуру, да, самое главное. То есть им легче подчиняться. То есть особенно если, когда человек входит в храм, он обязательно полностью, а потом уже сзади там они вот как у украинцев, у казаков, отращивают на затылке хвостик такой длинный, но это там уже в зависимости от того, в какой части тела выращивается этот хохолок. Ну это просто такая информация, что я точно знаю, что когда ты сбриваешь волосы, ты лучший воин, тебе легче подчиняться. Если ты на службе в храме, тебе тоже легче подчиняться. То есть это никак не человек, который ведет, он ведомый становится. Я тут вижу немножечко другую ситуацию. Ведомыми мы становимся не от состояния волос, а от том, насколько мы подвержены. Ребят, следите, пожалуйста, за микрофончиками. Тут так очень тяжело становится. Ведомыми мы становимся от того, насколько мы на сегодняшний день познали себя и насколько мы готовы либо не готовы вот этот вот канатик, вечерний, так скажем, лунный канатик, насколько мы готовы от него отказаться. Очень многие не готовы. Просто мы же, видите, мы же говорим сейчас с вами о тех вещах, которые прописные. То есть то, что нам прописали, что там волосы – это сила рода, волосы – это плотность, волосы – это вот это. Мы это и знаем. Но есть те вещи, которых в обычном состоянии мы их не том, что не знаем, а не видим, и мы их не можем узнать. То есть, например, смотрите, если мне покажут там и скажут, вот это вот бирамбам, я скажу, о, бирамбам, то есть я его не знала, но сейчас увидела и, например, вспомнила, да, у нас это, например, я уже с этим бирамбамом ходила в той жизни. Дозвался он там телефон, не телефон, это уже другое. То есть я все вспомнила, после того, как мне показали. И здесь то же самое происходит. То есть мы говорим о том, что есть в Писаниях, то, что мы можем прочитать, то, что до нас дошло, а есть те вещи, которые мы не видим. Вот, например, на сегодняшний день, когда у нас вот этот лунный свет, особенно когда нет тучи на небе, и вот такое вот яркое небо, я очень хорошо вижу вот эти вот нити, нити, за которые держат людей, за которые держат нас, как нами управляют. Я же их раньше не видела. Вот. Если бы мне раньше про них кто-нибудь сказал, то я бы сказала, ну, дурилка какая-нибудь. Вот. А сейчас я их вижу. Я понимаю, что есть то, чего до нас не дошло, нет в Писаниях. И я иду вот к этим знаниям, которых нет в Писаниях. А то, что вот эти вот волосы там, это сила рода, это туда, это люди, которые будут подчиняться, люди, которые не будут подчиняться. Это поверхностно. Всё-таки я это вижу как поверхностную всё-таки информацию. Надо идти глубже. Ну, дело в том, что у нас же много тел, и по причине того, что мы не знаем, как их включить, как запустить, вот я считаю, что да, но у нас сейчас есть в России такое. Все мужчины начинают просто чисто интуитивно, они начинают отращивать, ну, многие бороды. Не просто потому, что там модно, или это вот происходит, потому что, ну, всё так вокруг складывается, что он чувствует. Вот. А уже вот на таком состоянии, как у вас, на аватарном состоянии, то есть там можно уже, ну, совершить то, то, что какую-то часть вот этого духовного тела, которое у нас есть, ну, отсовершенствует. Ну, именно с помощью бороды, усов там или волос. Ну, я имею в виду, вот что есть такие скрытые моменты, которые мы же в невидении о энергетических структурах. Вот. И поэтому, как бы, ну, и отталкиваясь от этого, да, видишь, да, ну, там в храмах священники дерутся уже за этого огня там вот в Иерусалиме. У все бородатые, да, ни у кого нету вот сознания такого, что, ну, прекратить драться хотя бы из-за этого огня. То есть вибрации их показывают о том, что они, как бы, совершенно на другом уровне. То есть хоть и бороду, но они ничего не понимают. Константин, я тебя могу перебить. Если мы говорим о бороде, да, то здесь, смотри, во-первых, есть люди, вот на них смотришь, а у них вот здесь вот такие вот три штучки висят. И они их растят, растят. У них нет вот этого информационного кокона. нет его, но они его растят, потому что они им сказали, что это сила рода. А есть человек, который, например, вот он вообще не в курсе, ему просто модно. Вот он, например, там, я не знаю, каких-нибудь кавказских кровей, да, и у него прям вот настолько вот эта вот борода, а он просто весь такой по моде, весь на моде. Как ты на это тогда скажешь? Это не про это. Дело в том, что существует у каждой вещи вот критическая масса, да? Но мы же не знаем, какая должна быть именно по моему роду, какая длина там каких-то волос, да? У кого-то они, волосы у женщины прекращают расти, там, до поясницы доросли, и всё. А тут совершенно другой вот вопрос. О том, что возможно, что именно если на автономии и там т-т-т, все составные, запускаешь лучшую работу тех тел, которые еле-еле работают, и прогресс такой вот, что там подскачок какой-то даст в развитии. Ну, здесь нам с тобой бесполезно спорить, да, потому что как бы смысла нет, но я тебе могу сказать, если ты хочешь какого-либо обновления, если ты хочешь получить новые вибрации, если ты хочешь скинуть предыдущие, ты здесь уже всё выполнить, то ты вполне можешь абсолютно подстричься на лысо и получать новый приток знаний с другого информационного канала. Ну да, я с этим тоже согласен. Ребятки, буду заканчивать. У меня телефон сейчас опять зависнет, у меня он опять разрядился, быстро разряжается уже. с вами в 22 часа мы тоже встречаемся. Всех жду, жду вопросы. Опять же, также поотвечаю на вопросы, пишите, не стесняйтесь. Если всё, что касается клуба по 21, то пишите лучше в личку, потому что здесь я только в 21. В 22 часа выйду в эфир. Тема будет вечером. Что? Тема вечером какая будет? На вопросы буду отвечать, на вопросы буду отвечать. Если какая-то тему, хотите какую-то, чтобы я тему раскрыла, тоже напишите мне, и я на неё поговорю. Всё зависит от вас. Всё под вас. Как вы хотите. Светлана, извините меня, я вклинусь к вам. А где вы, в каком городе находитесь, чтобы мне по часовому поясу узнать, во сколько у нас это будет время? Сочи, московское время у нас. Хорошо. Спасибо вам. Всё, тогда, ребятки, обнимаю. Всем спасибо. Эфир сохраняем. До вечера. Спасибо. Продолжение следует...